В этом видео мы рассмотрим конструкцию switch, то есть переключатель. Допустим, мы хотим сделать так, чтобы в зависимости от возраста выводило сообщение. Допустим, нам 18 лет, нам 16 лет или нам, допустим, столько-то лет. Это сделать можно с конструкцией if-else, if-else, или можно сделать с конструкцией switch. Для этого пишем ключевое слово switch. Здесь вводим нашу переменную, переменная a, открываем скобки и пишем наш первый кейс. Первый кейс и здесь вводим значение 16 и пишем, либо копируем просто отсюда, вам 16 лет. После этого ставим break, чтобы данный кейс завершался. Иначе, допустим, если у нас есть следующий кейс 18, то выводим вам 18 лет. Также ставим здесь break и теперь создадим еще один. Это будет default, ставим две точки и здесь пишем вам столько-то лет. После default ставить break уже не нужно, нужно для наглядности написать вот так. Так, давайте проверим, как это работает. Сейчас нам 16 лет и на экране мы должны увидеть вам 16 лет. Если мы, допустим, введем здесь переменную вам 18 лет, то будет выводиться вам 18 лет. Если, допустим, мы введем значение, которое нет в данном кейсе, то есть, допустим, значение 21, то покажется вам 21 год. И теперь мы можем, допустим, легко добавить еще один кейс. Напишем здесь 21, вам 21 год. Обновимся и видим, выводится значение 21, то есть вам 21 год. Данная конструкция используется довольно часто, и, я думаю, за время нашего видеокурса мы еще не раз вернемся к ней и рассмотрим ее на других примерах. А пока всем спасибо, всем пока.